Благослови души и стены, и живи везде, сын, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателю. Иди, вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси, благослови души наше. Господи, благослови нас на эти занятия, умудри нас во спасение через Слово Твое, Святое и Вечное. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 27 глава, 1-й и 2-й стихи, страница 205. Первый том толкования блаженного феофилакта. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшие народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связав Его от Кузне, предали Его конькую плату правителю. У кого микрофоны не отключены? Микрофоны. Толкование. Прошу прощения. А я анонс дал, что будет беседа с ассистентами. Сегодня не будет, да, Виктор? Когда закончим Евангелие от Матфея, вот Игнат Тихонич предложил противосектантские темы проводить в нашей группе, да. Да, да, да. А с Сергеем занятие по Евангелию, дальше там деяния святых апостолов. Там как идет, так и будет идти. Нет, это ошибка. Надо внимательно слушать их. Евангелие от Матфея, еще две главы осталось. Итак, продолжаем. Толкование. Смотри, как дьявол овладел всеми и склонил к убийству в такие дни, когда надлежало им совершать многие жертвы, приношения за грехи других и соблюдать себя в непорочности и чистоте. Они связывают и отводят Христа к правителю Пилату. Пилат происходил из понта, но как римский понтамый послан был правителем в Иудею. Ну, по-нашему, как губернатор, да, правитель. Придали же Пилату Господа, чтобы человека, якобы человека мятежного и злоумышлявшего против царя. Вопросы, если есть. В 3 по 5 стихи. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Толкование. Поздно одумывается Иуда, и хотя раскаивается, но не на добро. Сознаться в вине, конечно, есть дело доброе, но удавиться дьявольское. А он под дьявольскому внушению, не терпя будущего бесславия, сам себя лишил жизни, тогда как надлежало ему плакать и умолять преданного, а не предавать себя бесам. Некоторые, впрочем, говорят, будто Иуда, как человек сребролюбивый, думал, что и денег он приобретет, продав Христа. И Христос не будет умершлем, но избегнет Иудеев, как не раз избегал прежде. Но теперь, увидев, что его осудили и приговорили к смерти, раскаялся, потому что на деле вышло не так, что он предполагал. Почему Иуда вился, намереваясь, будто бы, предварить Иисуса в аде, и там умолить его и получить спасение. Все же это было по научению вражию. Кроме того, да будет тебе известно, что хотя Иуда надел себе на шею петлю и повесился на каком-то дереве, «Но дерево наклонилось, и он остался жив, ибо Бог хотел сохранить его или для покаяния, или в притчу и поношение». Вот вопрос по толкованию. Откуда же это взято, что Иуда остался жив? Пошел и удавился, говорится. То есть, когда читаешь Евангелие, так и понимаешь, что удавился, он самоубийца, он погиб. Даже очки выпейте. Да, тихо, ничего. Откуда такое? Слышно меня, нет? У блаженного филакта взято. Он обычно, большинство берет из святителя Ана Златоуста. Это у Златоуста есть или нет? Что Иуда остался якобы жив, что Бог хотел сохранить его для покаяния, откуда это взято, у блаженного филакта? Игорь Тихонович, слышите меня? Так, первое. У тебя даже очки вниз сползают, не видно даже. Ни рта, ни носа, ничего не видать. Отстранись. Ни откуда-то неизвестно, не надо обращать внимания. Это такие басни тогда собирали, они так понимали, говорили, слышали. И все. Пошел, удавился. Удавился, значит, все. Частица показывает в прошедшем времени. А не то, что ходил, там не мог пройти. Все это все. Мнения такие были людей-то. Вот когда толкует апокалипсис. Есть книга «Семь толкований». Семь. А какое правильно? Он говорит, ну всякие разные были, поэтому... А там понимает, так, там, так. Аз же мню. То есть, а я же думаю, что вот так. Так и здесь. Он не говорит даже, кто это, чьи это мысли. Такие. Мы никакого внимания на них обращать не будем. Только знаем, что были такие мнения. И все. Понятно. Спасибо, Христу. Вот видишь, как. С шестого по десятый стихи. Сколько я благодарности заработал за вещи. Первосвященники, взяв сребреники, сказали. Непозволительно положить их в сокровищницу церковную. Потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника. Для погребения странников. Посему называется земля там. Землею крови до сего дня. Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит. И взяли 30 стебреников, цену оцененного, которого ценили сыны Израиля. И дали их за землю горшечника. Как сказал мне Господь. Толкование. Курванове называлась церковная кружка, которую клали приносимое в дар Богу. Смотри, как Бог обратил ничто их дело. Так что обнаруживается только кровожадность их. До сего дня, говорит евангелист, поле то называется полем крови. Так что всем памятно, что они убили Господа. Прими к сведению и то, что о странолюбии заботились и иудеи. Так что купили и поле для погребения на нем странников. Но стыдимся же мы, которые почитаем себя людьми лучшей жизни. А странниками пренебрегаем. Вот поделиться хотел вчера документальный. Ну он как научный фильм из цикла «Загадки Библии». И тема была Содома Гаморра, как это произошло, наказание. И старается опять же, это Би-Би-Си, старается опять же по-научному объяснить. И вот этот грех садомистства замалчивает, лукавит. А это было, объясняет новое толкование, это было негостеприимство. Вот я просто к этим словам блаженного фефилакта говорил. И за это, за негостеприимство Бог якобы наказал. Ну это понятно в веянии откуда. И те государства легализовали эту мерзость. И известны случаи даже из протестантских священников, когда обличали садомистство. Им накручивали, суд был, накручивали там два или столько года. Вот Швеции, то есть нигде нельзя об этом так говорить. Это же как великий термин «толерантно» и прочее вот это придумали. Ну и старается Библию, конечно, настолько исказить в последние вот эти годы. Там называют новейшие археологические раскопки, какие-то шумерские клинописи. И начинают там пронои говорить, что вот какой-то был там купец. И придумать, что попало. То есть мы с вами не должны, конечно, колебаться, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев и щеков поглотить, и если возможно, прессить, обольстить и избранных. Через всякие ложные там учения и прочее. Так, вопросы по прочитанным стихам, если есть. Ну, я, конечно, лично смотрю эти фильмы, потому что Библию толкование читал, и мне как бы вреда это не приносит. Ну, кто соблазняется, можете видеть. Есть хорошие такие документальные фильмы, но мало таких, что именно вот по Священному Писанию, согласно Библии, что-то происходило, и ученые стараются перевернуть все это, переврать. Так, ну, идем дальше, если нет вопросов. От Матфея 27 глава, с 11 по 14 стихи. Иисус же стал предправителем, и спросил у него правитель, «Ты, царь юргейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Толкование. Отводится к Пилату, как обвиняемый в гражданском преступлении. Посему и спрашивает его Пилат, «Не думал ли он царствовать над иудеями?» Иисус отвечал ему, «Ты говоришь». Ответ самый премудрый, «Ибо не сказал ни да, ни нет, а нечто среднее. Ты говоришь». Но это можно понимать и так. Да, точно так, как ты говоришь. И так. Я не говорю этого. Говоришь ты. Пилат делился в Господе. С одной стороны тому, что он презирал смерть. А с другой тому, как он, будучи столько мудрый и красноречив, и имея возможность представить тысячу оправданий, не отвечал ничего и не обращал внимания на обвинителей. Научимся отсюда, и мы не говорить ничего, когда будем находиться перед неправильным судом, дабы не возбудить большего шума и не сделаться причиной большего осуждения для судей, не внимающих нашим оправданием. Есть песнопение. Ну, это не православное, но именно по Писанию. Христос молчал, Ему связали руки. Вот. Как раз этот момент, когда Он не отвечал ничего. И на распятие повели. То есть отвечать тем, которые неисправимы. Ну, Господь показал этот пример, что не следует этого делать. Вопросы. Идем дальше. С 15 по 18 стихи. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо он знал, что предали его из зависти». Толкование. Пилат старался освободить Христа, хотя старание его было и слабее надлежащего. По надлежащему он должен был сопротивляться им за истину. Сначала он спросил Господа, «Не слышишь ли, что они свидетельствуют против тебя?» И спросил для того, чтобы, если Христос оправдается, иметь случай освободить его. Когда же Господь не хотел оправдываться, зная вполне, что не будет отпущен, хотя бы оправдался, когда Пилат идет к цели другим путем, прибегает к означенному обычаю, как бы так говоря, «Если вы не отпускаете Иисуса, как невинного, то хотя, как осужденного, даруйте его празднику. Ибо как мог Пилат предположить, что не потребуют на распятие невинного Иисуса, а виновного разбойника отпустят?» Итак, зная, что Христос невиновен, но терпит от зависти, он по этой причине спрашивает их, и таким образом показывает себя человеком слабым. Ибо он должен был даже пострадать за правду. Поэтому он удостоен осуждения, как человек, скрывший истину. «Варава» значит «сын отца», и «повар» значит «сын», а «авва» — «отец». Итак, иудеи и спросили себе сына отца своего дьявола, а Иисуса распяли. Они и до ныне прилепляются к сыну отца своего антихристу, а Христа отрекаются. Вопросы? А никто не слышал такое, вот я в Википедии или где-то прочитал, что якобы у Варавы было имя еще Иисус, то есть Иисус Варава, в Википедии это написано. Но потом это имя сокрыли, чтобы не было никаких ассоциаций с Христом. Ну нет, я такого не читал, не в толковании, не у Златовуста не читал я такого. Где-то в Википедии, я по-моему, увидел. Вообще натолкнул на мысль, что сегодня православные, это тоже по сути, если вот так вот, да, если Иисус Варава, они такого же Христа выбирают. У них Христос на знаменах, когда они ведут бой, у них Христос разрешает и помогает воевать, с врагами. То есть они, по сути, тоже выбирают не истинного Христа, как вы получаете, исповедливать. Не Ивангийского, да? Получается так. Да. А кто это говорит? В смысле, вы числа с Христос? Ну, он вопрос задавал. Ну, это и у всех так есть, это не только вопрос. Так, еще какие вопросы? По прочитанным стихам. Идем дальше. Нет пока вопросов. С 19 по 31 стихи. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего празднику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Иванг говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемого Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисус, обив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу, и сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. Возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. И плевали на него и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежду его и повели его на распятие. Толкование. Дивное дело. Судимый Пилатом устрашал его жену. Не сам Пилат видит сон, но жена его, или потому, что сам он не стоил того, или потому, что самому ему не поверили бы. А подумали бы, что он говорит это по одному пристрастию к Иисусу. А может быть, он, как судья, и умолчал бы о сне, если и видел его. Сон этот был делом промышления Божия. Не для того, впрочем, чтобы в следствии его освобожден был Христос, но чтобы спаслась та жена. Почему же Пилат после всего не освободил Христа? Потому что ему небезопасно было освободить его, как обвиняемого в похищении царской власти. Впрочем, он должен был потребовать показаний о том, не собирал ли Христос около себя воинов, и не заготовлял ли оружие, не запасался ли золотом и серебром. А как Пилат вместо того оказался слабым уклончик, по этой причине он и не извинителен. Ибо когда просили у него отъявленного злодея, он отдал. А о Христе спрашивают, что сотворю Иисусу, делая таким образом самих иудеев начальниками суда, так как он был правитель, то мог силою взять его из руки, подобно как известный тысяченачальник взял Павла. Деяние 21.31. «Да распят будет, говорили иудеи, в намерении только убить его, но и приписать ему злодейскую вину, ибо крест был казнью злодеев». Пилат умывает руки в знак того, что он чист от ненависти. Мудрование очевидно ложное, потому что, хотя сам он и называл, называл Иисуса праведником, однако предал его убийцам. А те возмездия за убиение и кровь его принимают на себя и на чад своих. Это возмездие постигло их вскоре, когда римляне истребляли их и детей их. Впрочем, и до ныне евреи, как чадо убивших Господа, носят на себе кровь его, ибо за неверие в Господа преследуется от всех, и нет им никакого помилования. Так, минуточку, пожалуйста, простите. И ныне евреи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения... Так, где мы остановились? Забыл, я остановился... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из житейских попечений грехи... Которые Христос истребляет своим Божеством... Глава означает Божество Его... Продолжение следует... 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 Мой Искупитель на древес смерти пострадал за нас, облитый кровью, за нас виновный, просил с любовью в последний час. В последний час. Так, ну идем дальше. С 32 по 36 стихи. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его, и придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав, не хотел пить. Распявшись же его, делили одежды его, бросая в жребий, и сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его. Все есть Иисус, царь Иудейский. Толкование. Первые три евангелисты говорят, что Симон нес крест Иисуса, а Иоанн повествует, что его нес сам Господь. Поэтому надобно признать, что было и то, и другое. Сначала сам Иисус нес крест свой, когда никто не хотел понести его. А потом на пути нашли Симона, и на него возложили крест. Ты же возьми во внимание еще вот что. Симон значит послушание. Итак, кто имеет послушание, тот несет крест Христов. Лобное место называлось так потому, как говорят по преданию отцы, что тут погребен был Адам. Это значит, что как водами все бы умерли, так во Христе нам должно ожить. Далее не смущайся тем, что от евангелистов слышишь разное, что по словам всего Матфея принесли Господу уксус с желчью, по сказанию Марка вино со смирным, а по свидетельству Иоанна уксус с желчью и с сопом. Разными делаемо было разное, как обыкновенно бывает в беспорядочной толпе, где всякий делает свое. Посему надо бы надумать, что один принес вино, другой уксус с желчью. Много родов смерти, но Христос умирает на кресте, чтобы и древо осветить, через которое мы подверглись проклятию. И благословить все, и небесное, означаемое верхней частью креста, и подземное, означаемое подножием, и пределы земли, как восточной, так и западной, знаменуемые поперечными частями креста. А вместе и для того, чтобы распростерши руки, призвать и собрать раскоченных чад Божиих. Воины делят одежду его, как человека бедного, и ничего более не имеющего. Враги в оправдание свое надписали над ним, за что распят, именно, что он распят, как царь иудейский, то есть как похититель царства иудейского и мятежник. Таким образом, слово «царь» написали они для оклеветания. Но, несмотря на то, свидетельство это верно, как свидетельство, представленное врагами. Господь действительно есть царь, который для того именно и пришел, чтобы спасти иудеев. Так как плотские иудеи не восхотели иметь его царем над собой, то он соделывается царем духовных иудеев, то есть исповедующих. Ибо иудей значит исповедующий. Ну, а иудеи – это исповедание. Тоже это у блаженных ифилах, как говорится. Так, вопросы? Вопросов нету. Есть только радость от прочитанного понимания, более глубокого на эти стихи. Аллилуйя. С 38 по 44 стихи. Простите. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами, и фарисеями насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него». И повал на Бога. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий сын». Также разбойники, распятые с ним, поносили его толкование. Для оболгания Христа распинают с ним двух разбойников, дабы и он признан был за такого же беззаконника, как те. Но они были образом двух народов, иудейского и языческого. Так как оба эти народа были равны беззаконной и вместе поносили Христа, подобно как и разбойники сначала оба поносили его. Но потом один из них познал его и исповедал царем, почему и сказал, «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Так и языческий народ исповедал Христа. Другой же разбойник, образ иудейского народа, продолжал кулить. Дьявол понуждал многих говорить, «Если ты Сын Божий, сойди с Христа, стоя целью, чтобы через это заставить его сойти со Христа и чтобы разрушить дело всеобщего спасения Христом». «Но Христос и есть Сын Божий, и не внял врагу, дабы и ты знал, что не должно слушаться хищрине дьявола, но должно творить добро, хотя бы люди стали думать о тебе худо». Вот сатана искушает Господа. Вот есть в житиях случаи, когда на кресте, вот, к сожалению, я не помню, веселье есть. Сатана приступал и искушал, причем в течение нескольких дней. «Игнат Тихонович, вы не подскажете, в житиях, что я не ошибаюсь, Тимофей, по-моему, и Марфа, может, я ошибаюсь, когда они висели на крестах, и сатана искушал их в течение нескольких дней. Это житие Тимофея и Марфы, правильно я говорю?» «Но почему к этому месту только относят, я не понял». «Да, я к этому не отношу, просто вспомнил из жития, что дьявол приступал именно…» «Ну, он говорит, златоуз, говорит, «Той корот разевали, окрещал сатана». Ну да, все. Так, вопросы. Идем дальше. С 45 по 49 стихи. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама, совохвани!» То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взяв губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Толкование. Бывшая тогда тьма произошла не по естественному порядку, как, например, бывает она вследствие естественного затмения Солнца. 14-й день Луны никогда не бывает затмения, а бывает затмение обыкновенно при рождении Луны. Но во время распятия Христа был 14-й день Луны, потому что тогда совершалась паста. Следовательно, тьма была неестественная. Притом, тьма эта была во всем мире, а не в одной стране. Например, в Египте, дабы явно было, что тварь соболезнует страданию Творца. И что свет от иудеев отступил те же те же иудеи, которые требовали знамения с неба. Пусть увидят теперь Солнце помраченное. Пророческое изречение или-или произносит на еврейском языке с тою целью, чтобы показать, что он не противник ветхозаветного писания. Для чего ты меня оставил? Сказал на значение того, что он истинный человек, а не призрачный. Ибо человек, будучи животолюбив, естественно, хочет жить. Поэтому, как в том случае, когда скорбел, тосковал, он показывал в себе, естественно, свойственную нам боязнь смерти, как теперь обнаруживает в себе естественную любовь к жизни. Ибо он был истинный человек и подобен нам во всем, кроме греха. Между тем, люди из простого народа, будучи невежественны и незнакомы с пророчествами не поняли сего воззвания и думали, что Христос зовет Илью. Не все иудеи знали пророчества, подобно как ныне. Не все христиане знают Евангелие. А уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер, прежде, нежели придет Илья спасти его. Почему некоторые говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его? То есть, не ускоряя смерть его, пусть узнаем, поможет ли Илья. Вопросы? По предыдущему прочтенному вопросу. Пожалуйста. Я правильно понимаю, что сатана постоянно искушает Иисуса, потому что он до последнего не знает, что он сын Божий. Потому что, если бы он знал, то он бы не допустил распятия. не знал до конца сатана, кто это. Благодарю, да. Так, еще вопросы. Читаем комментарии. Блаженный Феофилак, чудный истолкователь Библии, постоянно подчеркивает, выделяя всюду слова Иисуса, которых видит совсем верным, что Господь постоянно подчеркивал, что он не противник Ветхого Завета. Когда Христос говорил о Слове Божьем, о законе, о заповедях, об исследовании Писания, Он говорил, имея в виду только Ветхий Завет, первую часть Библии, Евангелие Киана 5,39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Если мы дети Божьи, если мы ловцы этого небесного пастыря, то должны знать голос Его, голос Священного Писания, любить Библию более всего на свете. Кто любит Библию, тот не будет тратить время ни на посещение театров и мюзиков, ни на сиденье у телевизоров, ни на чтение безбожных романов, газет и журналов, но Он будет искать общение с искупительством, молитвы и познавать волю Божию, выкраивая свободные минуты для чтения Священной Библии. Псалом 1, с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совете честивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли и гоя, законе Его размышляет в день и ночь. И будет Он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет». Царь и пророк, салмопевец Давид написал самую читаемую в мире книгу, книгу песней, благовдухновенную псалтырь. Первый псалом начинается словами любви к Библии, о том, каким плодоносным делается человек, любящий Библию, и как разняться от таких боголюбцев те, кто не любит Библию. Проводят время телевизоров и пустых разговоров. Салом 1,4 не так, не пустивые, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Так, как и в царской России Слово Божие не стояло на первом месте, ни в обществе, ни в храмах, а значит и не было никогда никакой Святой Руси в кавычках, то Бог и вывел с русской земли 1275 монастырей и 57 тысяч храмов, около 200 тысяч священников и монахов, как прах, возникаемый ветром. Священники не насаждали авторитет Библии и заплатили за это страшную цепь. Их прихожане, исповедавшие лже православие, взялись за вилы, урушили все до мощей и сами пошли в булак. Господь говорит, что люди не его оставили, а как бы самих себя. Книга Псалтырь начинается привлечением человека к Библии. Настроим его на духовную волну, на связь с Богом и заканчивается 150-м Псалмом полной гармонией Вселенной, соединившейся в хвале Создателю. И даже добавочный 151-м Псалмом продолжает издавать в Благоухане хвалы через бряцание струн богоизбранного пастушка Давида. Псалм 151-2 «Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтырь». Книга Судьи 5-3 «Слушайте цари и внимайте мельможи. Я Господу, я пою, бряцаю Господу Богу Израилу». Первая книга Паралипоменон 16-9 «Поете ему, бряцайте ему, поведайте о всех чудесах его». Книга притчей 28-9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, кого и молитва, мерзость». Господь наш постоянно обращался к священному пестранию и этому же приучал своих учеников. Все доказательства Иисуса были из Библии, только из Библии и ниоткуда более, как из Библии. От Луки 24-44 «И сказал «Вот то, о чем я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному во мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». «Если мы решились дойти до Царства Небесного, то нужно следовать не за чужим голосом, а за голосом Иисуса». Евангелие Пиана 10-я глава 4-й 5-й стихи «И никогда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Христос непрерывно устанавливал в душах своих последователей авторитет Библии, и это очень точно подметили святые отцы, чьи толкования соединил воедино блаженный Мехилат. Комментарии закончились. Если есть вопросы, пожалуйста. Виталий вопрос у нас. Идем дальше. 27 глава с 50 по 53 стихи. «Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух, и вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святой град и вели с многим толкование. Смерть Христова сделалась для нас освящением. Для этого-то смерть призывается громким голосом, а иначе, если бы не была призвана, она и не могла бы приступить. Церковная завеса была полотно, повешенное посреди храма и отделявшее внутренне от внешнего, как некоторая стена. и что она раздирается, вот через это Бог показал, что храм доселе недоступный для народа, им невидимый, которого внутренность закрываема была завесой, будет в таком унижении и презрении, что всякий может входить в него и рассматривать его. Иные представляют на это и другие причины. Можно сказать и то, что как люди имели обычай раздирать одежду в случае богохульства, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Бога, разрывало одежду свою, то есть завесу. Воскресение мертвых, бывшая прекрасность смерти Господа, давало знать об освобождении тех душ, которые находились в Ааде. воскресшие тогда явились многим, дабы сие происшествие не показалось мечтою, а воскресли они собственно ради знамения, и явно, что они опять умерли. вопросы? 54-56 стихи. И сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение все бывшее, устрашились весьма и говорили воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему между служа ему. между ними были Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Иосии и мать сыновей Завидеевых. Толкование. Сотник, хотя был язычник, однако, увидев знамения, уверовал вместе с теми, кои были при нем. Напротив, иудеи, слушавшие законы пророков, остаются неверными. Позначенный сотник принял впоследствии даже мученическую смерть за Христа. Что касается дожжон зрительниц происшествия, то этот осужденный и сострадательнейший пол наслаждается созерцанием благ прежде всех. И ученики, и ученики разбегаются, а жены стояли, смотря на страдающего Господа. Марию, матерью Якова Иосифа, евангелист называет Богородицей, так как Яков и Иосифа были дети Иосифа от первой его жены. Богородица называлась женой Иосифа, то по праву называлась и матерью, то есть мачехой детей его. Матерь сынов Зеведеевых называлась Соломию, о которой говорят, что она была дочь Иосифа. Ну вот и жития святых известна сотник Лонгин или Лонгин для ударений, как правильно. И не так давно его в церкви день памяти был буквально несколько дней назад. Так, вопросы? По предыдущему стиху вопрос не успел задать. Да, пожалуйста. Вышедшие из гробов явились многим. Есть ли какое-то толкование? Они благорестовать явились своим сродникам? Они с какой целью вышли? Это не просто знаменик это было, что они вышли? Игнать Тихонович. вопрос понятен? Вопрос понятен. В первую очередь, это чудо обязательно указывало на воскресение Христа. Связано было с этим. А раз явились родственникам своим, то и показали, есть будущая жизнь, и речь шла уже о царстве. Они ожидали его при жизни, они засвидетельствовали, не просто так явились. Раз явились, значит, они воскресшие, а воскресшие разговаривают. Разговаривают, и даже мало того, открываются какие-то тайны. Это мы эту сторону не знаем. Но это подтвердило воскресение Иисуса Христа. Ну, а впереди-то уже читали о том, что они также и умерли заново. Вот люди, которые претерпели две смерти. Больше мы ничего не можем сказать и нигде про это не упоминается. Но явились в Граде Иерусалима, заходили они к себе домой, видели что-то, но это дается для того, чтобы подтвердить, как вот семь отроков ефестских, которые уснули и там через сто, пятьдесят, двести лет проснулись Господь. Раз епископы перестали верить, что есть воскресение из мертвых. Такая вот холодная осень наступила пятьдесят третьего. Все. Благодарю. Еще вопросы. Так, ну а сейчас прошел. Задавайте вопросы по другим местам писания, не только по прочитанным. Так, ну, пока если нет вопросов, давайте дочитаем главу. двадцать седьмую. Десят седьмого по шестьдесят первой стихи двадцать седьмой главы Евангелия от Матфея. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из-за Римафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса, он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взяв тело, Иосиф отбил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина другая Мария, которые сидели против гроба. Толкование. Прежде Иосиф скрывался, теперь дерзает на великое дело, решившись положить душу свою за тело учителя и вступить в борьбу со всеми иудеями, взявши тело Иисуса, Иисусова. Пилат дает ему тело, как великий дар, потому что тело Христа, которого умертвили, как мятежника, должно было быть брошено без погребения. Впрочем, Иосиф, как человек богатый, может быть и денег дал Пилату. Получив таким образом тело, он погребает его с честью, полагает новом гробе, которым никогда никто не был полагаем. И это было по особенному строению Божьим, что по воскресению Господу не сказали, что вместо его воскрес другой мертвец, погребенный там прежде его. Вот почему был новый гроб. Между тем Мария Монтолина и другая Мария, то есть Богородица, высшая насладная матерь Иакова Иосия и матерь сынов Завидеевых, все три сидели против гроба, ожидая минуты, когда утихнет ярость врагов, чтобы идти объять тело и помазать его миром. Исрая 27,11 Людьми не имеющими смысла пророк называет очевидно народ имбейский, распявший Господа, а жен призывает к тому, чтобы они оставили сей бессмысленный народ, последовали к апостолам и принесли им радостную весть о воскресении. Вопросы? Для смелости Иосифа, конечно, восхищает. Только что распяли Христа, и он дерзает тело, просите, это просто поражает смелость. Да, в церкви Иосиф упоминается за свою, так сказать, смелость, дерзновение он прославляется. Так, еще что есть? Вопросы к дополнениям? Ну и последние стихи. 62 по 66. На другой день, который следует за пятницу, собрались пиросвященники, фарисеи к Пилату и говорили, господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну, и так, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его придя ночью не украли и сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, приложили камню печать. Толкование. Закон повелевал, чтобы в день субботы никто не сдвивался с места своего. Между тем, беззаконные иудеи собираются к наплеменнику Пилату вместо законного собрания. Но если они из лоба были подвинуты прийти к Пилату и мертвить, и утвердить гроб, однако это было по Божию строению, дабы воскресение совершилось при засвидетельствовании с его врагами, и тогда как гроб был запечатан и охраняем. Достойное исследование то, откуда люди знали, когда говорили, что воскреснет третий день. Господь нигде не говорил об этом ясно и прямо, поэтому надо надумать, что они узнали это из прообразования Ионы. Ибо Христос говорил, как Иона был во чреве кита три дня, так и я во чреве земли. Но теперь поняли, что Он храмом называл свое тело и уже опасается и называть его льстецом, не оставляя своей злобы даже и после смерти его. Вот о пророке Ионы фильм не так давно появился. Ну вот я рекомендую посмотреть, интересно. Так, вопросы? Как называется фильм? Иона? Как и называется Иона? Так, ну что, есть вопросы? Ну еще раз напомню, что мы с вами 28 главу заканчиваем, ну даст Бог на следующем занятии. А уже в следующее воскресенье противосектантские темы будут. Это второй том открытым боком. Вот в электронной версии выставили на нашу группу, да не только на нашу группу. У кого если нету книги, то в электронной версии можете пользоваться. То есть эти противосектантские темы, там вопросы будем, и как беседовать, рассматривать. Конечно, желательно бы даже и записывать и основные стихи Священного Писания завучивать, то есть как отвечать именно тем или иным сектантам, у которых различные там заблуждения. Раньше этих книг не было. Мы все это записывали, конспектировали, потому что ходили на занятия в университет, и несколько тетрадок у меня исписанных, в том числе и противосектантские беседы, а потом вот это богатство появилось. Братья, вот я вот увидел здесь когда разбойник, оба разбойника оказывается хулили. Вот сейчас для меня это как бы заново открылось. Хотя я читал это, а, нет, не читал это, да, все филакты читал, видимо, может быть, пропустил коркование такое, потому что в самом священном Писании не сказано о том, что два разбойника хулили, только сказано про одного. А сейчас филакт толкует, что оказывается и второй тоже хулили сначала, а потом настолько поверил и настолько уверился, что это перед ним действительно Господь Иисус Спаситель, предназначенный до создания мира, видимо, он знал это все, что это должно быть так, ну и поверил, по крайней мере, это вот. Вот. Интересно, знал он или нет? Был он иудеем или нет? Вот. И настолько поверил, что это перед ним Господь, и он изменился, он стал другим человеком, то есть он как родился свыше, действительно. то есть мгновенно, ну, можно сказать, за несколько час, там, сколько времени прошло, несколько минут, да, вот он какой-то, знаете, их, значит, я изменился за несколько минут, стал другим, настолько, что Господь ему взял себе царство, мы достоверно знаем, что вот он именно, рог Илья, равно рог и инох, и этот разбойник, вот только они втроем точно, но еще говорят еще Богородица, вот как православные мы верим, что как будто бы Богородица тоже сейчас, ну, не как будто бы, а то есть, ну, как православные верим, что она тоже сам, хотя об этом не говорится, священно-то скажем. Ну, все, Роман, да? Да, хорошо. Вот относительно того, что разбойники поносили параллельное место, посмотри, от Марка 15 глава и распятые с ним поносили его, то есть, говорится об этом, что разбойники поносили. Да, я упустил. Еще такие вопросы. А какой стих 15 глава Марка? Ну, я это в первом томе смотрю, ну, это 32-й, наверное, стих. Здесь же дано отрывками такими, блоками. 31-й или 32-й посмотрите. да, 32-й стих от Марка 15-32. Так, еще вопросы. нет вопросов. помолитесь, помолитесь, завтра у меня обследование будет. Я тут вел занятия, уже у Господа просил, чтобы провести, еле-еле, так сказать. Вот, обследование у меня желудка. Еду завтра в больницу с Иоанной вместе. Виктор, вы здоровый, молодой организм. У вас ничего не должно болеть. Аллилуйя. У вас все нормально с желудком. Аллилуйя. Так, ну, если нет вопросов, помолимся и прославим Господа. Достойно есть акула истину, блажите Тя Богородицу, признаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим. Без линия Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнат Тихонович, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Прими наши молитвы, Господи. Мы славим Тебя за этот дивный воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью. Хвала Тебе. Прибой с нами во все дни жизни нашей и помоги нам дойти до обещанной пристани Царствия Твоего и веди туда навеки всех. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Иска Ида Сих Начина. Слава Христу. Сейчас песнопение будет. Брат Владимир вопрос, как на Благовестие походили вы? В прошлое воскресенье ходили, а в это нет. Потом Игнать 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 потом осты. Зима наверное наступила у нас. Да нет, что-то все занято. Ну ладно, слава Христу. Так, песнопение я взял из 16 тома. 16 том открытым окном. 31 номер страница 41. 31 номер 41 страница. Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе все мои источники к тебе. Сборник духовных песен 48 номер 48. У меня и голоса тоже нет. Ну споем. Я вспоминаю как братья у нас потеряют даже голоса не было на клеросе пели и что-то там получалось все равно. Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе все мои источники в тебе. Вся она сокрыта во Христе все мои источники в тебе. не желая я ищу покой и не в счастье данно мне тобой. Песня одна всегда звучит во мне все мои источники в тебе. Песня одна всегда звучит во мне все мои источники в тебе. Видишь ты забот моих волну и даешь ей сердце тишину. все желания приношу тебе все мои источники в тебе. Все желания приношу тебе все мои источники в тебе. Ты явил себя любовь свою будет лин от родни в раю радостью утрепещет все во мне все мои источники в тебе. Радостью утрепещет все во мне все мои источники в тебе. Разве мне от злоя ты не сень спрячусь я в тебе в палящий день. во спою уж пустыне я тебе все мои источники в тебе. Во спою уж пустыне я тебе все мои источники в тебе. Нажимаю все, да? сила вражья мне кругом грозит, но душе Господне имя щит. Полную победу дал он мне все мои источники в тебе. Полную победу дал он мне все мои источники в тебе. Ты моя опора и покой крепости покров спаситель мой. Вечное блаженство дал ты мне все мои источники в тебе. Вечное блаженство дал ты мне все мои источники в тебе. Аллилуйя! Аллилуйя!